Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов Пережить.ру и Школы православной психологии. Сегодня у нас вопрос-ответ и тема границы помощи или доброго дела. Меня очень мучает вопрос, какой может быть помощь ближнему и кого ближним считать? И должна ли я помогать всем окружающим людям? А дело в том, что приехал к нам дальний родственник мужа с ребенком, сказал, что проездом, а сам все живет и живет. Два месяца так прожил у нас. Я просто не выдержал, а больше просил его уйти уже к другим родственникам. Потом у других родственников жил, потом у знакомой. И так прожил год в нашем городе. Везде живет за счет хозяев, денег не дает, продуктов почти не покупает. Помогает немного по хозяйству и все. Богатых среди нас нет, поэтому содержать кого-то долго нет возможности. В итоге кто-то кредит взял, кто-то золото продал, кто-то последние деньги потратил. Мне очень не понравилось, что он часто использует людей, манипулирует. То просит что-то купить, то сделает для него. Вынуждает помогать ему, ссылаясь, что у него сложное положение. У меня постоянно было ощущение, что он то ли аферист, то ли манипулятор, то ли то и другое вместе. Чувствую, что недолюбливаю я его за его же поступки, слова и дела. А вот муж мне в укор ставит. Как же ты в церковь ходишь, молишься, а где же любовь к ближнему? А где помощь ближним? Помогите разобраться, пожалуйста. Настоящее доброе дело, оно является полезным и для того, кому мы помогаем, и для нас также. Для того, кому мы помогаем, оно не всегда является полезным. Для нас оно всегда должно быть полезным, иначе это не доброе дело. Является ли полезным для этого человека такое добро? Ну, подумайте сами. Работоспособный, взрослый, здоровый человек приучается в результате вашей помощи к иждивенчеству. Является ли ваше дело добрым для него? Предлагаю вам решить это самостоятельно. Что же касается, является ли оно полезным для вас? А это определяется тем, что является вашим мотивом помощи. Не оправданием, а именно мотивом. Необходимо различать. Оправдание. В данном случае оправданием может быть наша православность, следование Евангелию. А мотив это другое. Если мотив совпадает с этим оправданием, тогда это не оправдание, а действительно искренняя христианская жертва. Но дело в том, что мы люди все несовершенные психологически. А если мы психологически несовершенные, то мотивом нашей помощи, подлинным мотивом, может быть наша ложная жертвенность, слабость наших границ и иные недоброкачественные мотивы. И зачтет ли нам Бог вот такое следование нашим психологическим несовершенствам в качестве христианского поступка, в качестве христианской жертвы? На мой взгляд, нет. Потому что Бог все оценивает прежде всего по нашему намерению, по нашему подлинному намерению. Если мы даже себе поставили такой заголовок, да, я буду помогать как христианка, а потом вот мучаюсь таким образом, как эта женщина мучается, что в принципе на самом деле у нее нет такого вот христианского подлинного мотива. Получается, что это не совсем добро. Поэтому, чтобы делать такое вот настоящее добро, необходимо, конечно, прежде всего стать более-менее благополучным психологическим человеком, либо хотя бы научиться различать свои мотивы, научиться видеть свою ложную жертвенность, слабость своей границы и так далее. И тогда вы как-то худо-бедно сможете понять, что вами руководит. И только совершенствуя свое намерение, вы можете сделать свое дело действительно добрым. В глазах Бога. Ведь намерением может быть, например, познание своих недостатков. Да, вот здесь женщина почувствовала какой-то дискомфорт. Да, конечно, если бы она пошла дальше и попыталась бы понять, что с ней не так, то есть понятно, что с ним не так. Но если бы она еще заинтересовалась тем, что с ней не так, она бы могла познать какие-то свои страсти, какие-то свои душевные слабости. И познавая их, могла бы же дальше уже их преодолевать. Это был бы какой-то конструктивный мотив, и тогда эта помощь действительно была бы полезной для нее. Таким образом, подытоживая сказанное, важен мотив, подлинный мотив, важна психологическая составляющая нашего намерения. И, наконец, не следует себя обманывать и оправдывать свои психологические слабости христианскими, скажем так, правилами, христианскими принципами. Христианские принципы хороши тогда, когда мы действительно искренне всей душой следуем им. А когда мы просто это делаем в качестве самообмана, в качестве некой вывески нашего действия, это нам немало не помогает, и вряд ли это угодно Богу. Спасибо.